Друзья, мы продолжаем. И внезапно, неожиданно, у нас в студии гость, настоящий гость. Мы уже практически отвыгли от общения с людьми. У нас в студии автор сценария фильма «Красный» Константин Ковригин. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе, да. Так уж случилось, что мы общаемся со всеми только при помощи видеосвязи. Очень непривычно и радостно видеть вас вживую. Взаимно. Фильм очень важный и долго снимавшийся, тяжело снимавшийся. Трудный фильм. Трудный фильм. Что по поводу самого процесса съемок, расскажите? Как он проходил? Сделали, сдали, слава богу. Мы очень благодарны всем, кто принимал участие. А их много? Много кого приходится? На самом деле очень много. Большая команда, большая группа людей, которые были заинтересованы в этом фильме. Во-первых, надо сказать, председатель госсовета Владимир Константинов, целая группа людей, председатель комитета по информполитике Иван Манучаров, фонд, который курирует музей концлагеря «Красный», там целая группа людей, которые, прежде всего, согласились рискнуть и сделать такой фильм. Ну, я знаю, что в фильме как раз будут те кадры, которых нельзя было видеть ранее нигде, правильно? Да, об этом. Это одна из самых главных новостей и находок этого фильма. Мы нашли хронику в Москве, в архиве, где эта хроника не была никак обозначена. И на третий день работы я увидел знакомые кадры района Маршала Жукова и дальше района бывшего совхоза «Красный», как местный человек, я узнал. И увидел раскопки, понял, что это наше искомое видео. То есть настолько случайно это произошло, да? Ну, как случайно. Если вы долго-долго работаете в архиве и, наконец-то, находите тот нужный документ, который вас интересует, то, конечно, это можно назвать какой-то случайностью. Нет, потому что в другом случае, если бы вот так вот не закопались вы в архив, если бы вот так вот не искали, тем более, как вы говорите, сами без неких опознавательных знаков, то есть в другом никак бы нельзя было это найти. Конечно. Что это за кадры? Ой, это страшные кадры не для утреннего эфира. Это раскопки тела, станков, узников, концлагеря, которые происходили в 44-м году, через день после освобождения Симферополя, 15-го апреля. Это начало работы чрезвычайной комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских захватчиков. Ну, собственно говоря, это главный документ, который имеет значение, историческое значение и для историков, и для музеев. Я надеюсь, он войдет в фонды крымских музеев. То есть, по факту, это такой настоящий большой крупный документальный фильм о событиях того времени на территории совхоза. Ну, если бы использовать правильную терминологию, это телевизионный фильм, документалистика, документалка, это несколько другое. Это телевизионный документальный фильм. Так все-таки по поводу самого съемочного процесса. Вы так вскользь сказали, было сложновато, но все же... Ну, в нашем фильме, кроме истории совхоза «Красный» используется элемент расследования. Это поиск преступников-надзирателей, которые служили в этом концлагере. Их долго искали, их нашли, на самом деле, в огромном количестве. Но в 1972 году их присутствовало 6 человек. Через год еще 6 человек и так далее. То есть, процесс растянулся. Мы провели реконструкции. И самое главное, кроме реконструкции, которые были по времени, как бы, идентичны тому времени, форма была от того времени, солдат внутренней службы. Ну и, наконец-то, мы использовали анимацию, чем и рискованный был проект. Потому что сложно снимать фильмы о войне, используя только хронику или интервью и так далее. Потому что хочется достучаться до молодой аудитории. Молодым нужен экшен, он нужен блокбастер. Да, молодой аудиторий, конечно. Есть такое понятие комиксы, да, но это в профессиональном смысле. У нас тут утрированное понятие. Есть понятие, как бы, анимация и рисунки. И вот нам помогли два замечательных крымских художника, Вадим Солдатов и Борис Толоверов, которые в свое время работали в этих стенах. Вот, они нарисовали замечательные иллюстрации к нашему фильму. Какой хронометраж у фильма? В сокращенном виде. А, есть режиссерская расширенная версия? Ну, будем надеяться, что будет режиссерская версия, ну, вернее, полная версия фильма. 35 минут, 29 секунд. Сколько у вас ушло времени и сил, начиная не от съемочного процесса, а прямо вот от самого старта? Три месяца это все заняло, три месяца сил. Ну, пока раскачка, пока подготовка. Подготовка занимает очень много времени. Это архивы, музеи, люди. И, ну, это сложный процесс. Документалка, это непростая штука. А вот сам набор команды, как он проходил, насколько это было сложно, не сложно найти тех людей, которые вам нужны в плане профессиональных качеств и которые будут заинтересованы в этой работе. Уверен, здесь людей непричастных, незаинтересованных невозможно было притянуть. Абсолютно верно, абсолютно верно заметили, потому что человеку должна быть любая тема, неважно, ты снимаешь утренний проект, да, ты должен утром прийти и в хорошем настроении улыбаться. Либо ты снимаешь научно-популярные проекты. Конечно, человек должен хоть как-то, ну, понимать науку или ему должно быть интересно это. Ну, люди, которые собрались в проекте, в этом проекте, в фильме «Красный», они, конечно, понимали, что, во-первых, это близко им. Они все, симферопольцы, и имеют отношение к этому, к этой теме. Это их тронуло, самое главное. Ну, и они были способны, они слышали, понимали, как это делать, как это нужно сделать. Ну, и я знаю, что премьера вашего фильма состоится в том числе и сегодня на эфире нашего телеканала, и мы сейчас после беседы с вами покажем часть отрывок из фильма. Небольшой фрагмент, тизер такой, трейлер-анонс, чтобы вы, друзья, смогли понять, проникнуться этой атмосферой, и обязательно смотрите премьерный показ, уверенно, еще неоднократно мы будем показывать, но премьеру вы должны увидеть точно сегодня все вместе. Вам большое спасибо за беседу, спасибо за проделанный труд, спасибо за то, что вы смогли собрать команду и поднять действительно очень важную, значимую тему. У нас в гостях был Константин Ковригин, автор сценария фильма «Красный». Режиссер. Режиссер, да. Предлагаем сейчас увидеть отрывки из фильма.